В Екатеринбурге в начале девятого часа вечера, то есть еще засветло, когда трезвое население еще не спит, на Уралмаше в частном секторе неожиданно ярко и мощно заполыхал древесный одноэтажный зеленый домишко на уральских рабочих 124. Много лет назад при строительстве этот дом создавался как жилище для двух семей. Собственно, и на момент пожара он таковым и оставался. Только одна половина избушки пустовала, а во второй, как и положено, обитала семья с малыми детишками. Как поведал порталу Е1 некий очевидец, цитирую, «Дом жилой. Я увидел, как горит одна половинка. Зашел во двор на вторую половину. Выгнал оттуда детей подальше. Теперь горит весь дом». Конец цитаты. Если этот тип ничего не нафантазировал, то получается, что эпицентр пожара затаился в необитаемой половине строения. А это значит что? А что это значит? Да ничего. Над причиной воспаления бьются эксперты ИПЛ. Главное в этой истории с огоньком, то что семья в обитаемой части избушки вовремя унюхала запах жареного, спокойно собрала самые необходимые вещички и самостоятельно покинула здание. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений Екатеринбургского гарнизона по внешним признакам было установлено, что горит одноэтажный частный жилой дом на двух хозяев. Незамедлительно начальник Амкарула был в ходе травм пожара до одного бис с целью привлечения дополнительных сил и средств, так как существовала угроза распространения пожара на соседние живые постройки. Если посмотреть на частный сектор Уралмаша с высоты птичьего квадрокоптера, то можно увидеть, что соседние дома это не такие же утлые деревянные лачуги, как 124-я изба, а это в основном кирпичные двухэтажные коттеджи, на которые пламя могло перескочить, но наши доблестные огнеборцы такого бардака не допустили. Сложности в тушении пожара заключалось в том, что дом пятой степени огнестойкости, рядом находились живые постройки, тоже низкой степени огнестойкости, где существовала угроза распространения пожара на них. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, сгорела кровля, также повреждены внутренние перегородки и перекрытия дома одноэтажного на двух хозяев. Вторая часть дома не эксплуатировалась. На тушение пожара было подано 7 стволов у РСК-50, проложено 2 магистральные линии от пожарного гидранта. Редактор субтитров А.Семкин